Прямой эфир Прямой эфир Прямой эфир Я в первую очередь, наверное, для телезрителей расскажу о поводе, благодаря которому вы сегодня в Ставропольском крае, в городе Ставрополь, это открытие очередного 36-го, да? 36-го Я прав Филиала, да? Отделение Отделение общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» Что это за организация? Чем она занимается для того, чтобы мы вот какую-то вводную часть дали для наших телезрителей? Вы знаете, когда я уходил с поста директора РИСИ, это аналитического центра администрации президента, прощальная беседа бывшего президента, и он мне задал такой же вопрос. Что это за организация? Чем вы будете заниматься? Я ему говорю, что мы считаем, что надо исправлять те наслоения клеветы, мифов, искажений, забвений, которые сложились в отношении нашей истории за последние сто лет. Они очень серьезные, и надо это исправлять. Иначе мы, не разобравшись с нашим историческим прошлым, не можем двигаться в будущее. Это просто исключено. Многие люди этого не понимают. И он говорит, что это очень тяжелая и сложная задача. Правда. Она еще ответственная и опасная. Здесь по краю вообще ходишь. Ну, хотя вам-то не привыкать. Но вы очень правы, правильно сказали. Действительно опасная, потому что на нас уже навалились с разных сторон. И как у нас принято это делить с либерально-демократической стороны, не в смысле ЛДПР, а с либеральной стороны, и с коммунистической стороны. И бьют нас все. Ну, как бьют, критикуют, особенно в сетях. Но мы свою линию продолжаем. Мы считаем, опять же, вспоминая эту беседу февральскую, это что, двуглавый орел? Я говорю, это исторический путь России. Мы тысячу лет шли этим путем. Мы пребывались на сто лет. Поэтому мы хотим ментально, мировоззренчески вернуться и с этой точки зрения смотреть на нашу историю. Как тысячелетнюю историю. Нельзя ее не только забывать, но тем более забывать и искажать то, что еще осталось. Мы недавно выпустили вот такую книгу, замечательную. Она лидер продаж в Москве. Историю России, которую приказали забыть. Николай II в его время молодой, 27 лет аспирант Андрей Борисюк взял статистику последнего царствования, 23 года, и 20-30-х годов советской власти. Только статистика. Текста не так много. Голые цифры, да? Цифры и сравнительный анализ. Или вот выпустили вот такую книжку интересную, за которую на нас сильно нападает православный сталинизм. Вот появилось такое явление последние 2-3 года. Мы поговорим о нем сегодня. Ну, я говорю вот о задатчиках, что такое наше общество. Мы взяли, Егор, за образец общества, которое было создано в 1896 году. С таким же названием, только память Александра III. Зарегистрировались в ноябре, а потом подумали, а почему память одного царя. Тогда было это актуально. Он умер, и его памяти, он много внимания и истории уделял. И мы решили назвать его не памятью, и перерегистрировались, а назвать его двуглавый орел. Как образ и смысл тысячелетней нашей истории. И современная история – это герб России. Здесь энтузиасты, любители истории. Да, есть среди нас историки, есть и доктора, и профессора. Но есть те, кто готов помогать издавать, помогать публиковать, помогать организовать приезд какого-нибудь лектора. То есть вот те люди, которые непрофессионалы, но интересуются этим. А историков мы приглашаем. Они приедут, они выступят, они расскажут, они опубликуют. Вот это наше общество. Задача, вот первый раз мне так говорят, и это очень точно, что это рисковое дело. Оно рисковое? Действительно. Вот риск в чем? Принято считать, что, ну, по сути, наверное, так оно и есть. Историю пишут победители. Да, вот то, что осталось фактом для нас, якобы, мы считаем вещью непреложной. В этом опасность. Потому что у нас победителей несколько, если брать временной отрезок развития нашего с вами государства. Соответственно, вот как здесь не ошибиться? Понятно, что одно направление людей, придерживаясь определенной политической идеи или стратегии, будут вас ругать с одной стороны. Будут вас ругать с другой стороны. Те люди, которые привыкли к тому, что государство нам только должно, будут вас ругать с третьей стороны. Потому что вы будете им объяснять, что и вы иногда что-то должны сделать для государства. Это в рамках исторического процесса тоже объективно. Да, вот как тут? Выдержать нападки со всех сторон и не к победителям не уйти в сторону, не вроде как, ну, образно, к проигравшим, а остаться посередине и объективно рассудить. Ну, опять повторю, вы правильно ставите задачу, проблему видите. Мы решили, как выпутываться из этой проблемы? Мы решили просто давать то, что мы считаем нужно давать. То, что не дают, о чем не говорят. Это рискованно. Особенно, вот возьмите тему Великой Отечественной войны. Многие вещи просто сейчас не говорятся. Хотя говорят, что живы ветераны. Ну, их, конечно, очень мало, но они действительно еще живы. Но давать надо все, чтобы мы понимали, что это не просто праздник. А это осознание той трагедии, которую мы пережили. Это жесточайшая трагедия. И ведь люди не привыкли, и так будет всегда. Им очень трудно менять штампы, которые сложились в голове. Трудно по простой человеческой причине. Ну, зачем у меня вот это все сложилось? Зачем я буду копаться, что-то менять, что-то пересматривать? Очень мало людей, которые готовы к этому. Я перебью. А ведь наша психология, она ведь штамп со временем вбивает нам в подкорку. И мы перестаем вообще помнить о том, что были другие варианты. Это для нас единственный вариант. Это чистая психология, конечно. Абсолютно. И с этим трудно бороться. Но мы в расчете на молодое поколение. Вот приходят они, чистый лист. И на этом чистом листе, на этот чистый лист можно предложить эти издания. И плюс, когда их пишет 27-летний молодой человек. Да, да. Скажите, молодой парень, аспирант, пришел, принес рукопись, поверьте, Егор. Я так полистал ее, говорю, издаем. Говорит, как издаем? Говорит, а зачем принесли? То есть, это была редакторская работа, да, вот такая? Ну, просто я полистал, говорю, издаем эту книгу. Он говорит, прям сразу. Вы думать не будете? Я говорю, конечно, не буду думать. А тут все ясно. Говорит, вообще ты, говорю, Андрей Анатольевич, совершил подвиг. Подвиг, то, что ты нашел эту тему. Ты подумал, как это все сделать. Давайте перестанем думать о России, как о стране, которая, как говорили, там, с сахой, с чем-то еще. Исплугом, да? Исплугом, да. Иногда, знаете, вот вы говорите, темные, отсталые. А с другой стороны, вы же сами себе противоречите. Как? Ну, я вам начну сейчас перечислять. Писатели, поэтов, ученых, путешественников, исследователей. Это же будет сотни, сотни имен. А как они родились и так развились в темной отсталой стране? Ну, допустим, самородкой. Нет? Ну, самородок. Ну, если страна азиатская деспотия, если страна темная, отсталая, да какой бы ты самородок не светился, но только если тебя вынули и перенесли там в Германию или во Францию. Или так, ну, или, например, вот эту породу, ну уж, простите, я дальше вот это сравнение, ее же надо перерабатывать, чтобы самородок найти. А он сам же не вывалится. И перерабатывался. А это учеба, это процесс? Конечно, это система и учеба, да. Вы посмотрите, вот мы говорим, наша заслуга в Советском Союзе всеобщая, среднее образование, да, мы провозгласили. А как в той России, в исторической России, как вот рождались люди, ну, явно не аристократического происхождения, ну, включая и крестьянское происхождение, казаческое происхождение, да, мещанское, как они выбивались наверх? Люди говорят, мы не знаем. Как не знаете? А вы знаете, что горные академии, вообще институт инженеров, это на три четверти, это мещане, разночинцы, крестьяне. Как их брали? Брали? А как же не брали? Брали, потому что стране нужны были изобретатели, строители. Вы знаете, как построили Москва, Владивосток, Железные Догробы? За сколько? Сколько использовалось трудкоторжан? Ну, наверное, все там это, ну, как у нас это было. Да нет, дорогой, не все и даже почти никто. Люди, которые там зарабатывали, зарабатывали деньги, получили заработать. И за 10 лет построили гигантскую дорогу, по которой мы до сих пор ездим. А спросите у любого ответственного работника РЖД, он вам в личной беседе скажет, ну, на три четверти мы ездим по железным дорогам, которые были построены в исторической России, в империи. Знаете, работая директором института и готовя аналитику, нас очень сильно замучила проблема, национальная проблема в России. Кавказ тогда сейчас как-то притихла, а там все эти события еще продолжались. И давайте варианты, давайте предложения. Ну, учитывая историческое прошлое образование, я говорю, слушайте, а давайте посмотрим, как этот вопрос решался во второй половине 19 века. Вот была Кавказская война, очень жесткая. Что там говорить, и с нашей страны, и с той страны, очень жесткая война. Каким образом уже во время русско-турецкой войны, по освобождению Болгарии и других балканских стран, каким образом мусульмане уже воевали против Османской империи в Старо-Российской империи. Как это нам удалось? Как же это память, это месть, это ненависть? А в первую мировой войну, когда объявили в запись, в дикую дивизию, 12 тысяч кадр, записалось в 18, император сказал, стоп, стоп, остановить, больше не надо. Почему это произошло? Как им это удалось сделать? И мы заказали работу, платно заказали, историкам, профессионалам. Она не очень сильно оказалась, но она открыла глаза всем нам. Как работали тогда? Мы же этого не знаем. Мы этого не знаем, как работали тогда. А работали очень просто. Господа мусульмане, у вас там в аулах, в этих районах, какой закон? Шариата? Вот он у вас и работает, этот закон Шариата. Нас это не касается. Оставляйте его в вашем сообществе. Вам претит полиция Российской империи, давайте создадим милицию народную из ваших соплеменников. Создали. Звание, всё. Вам хочется служить в императорской армии? Пожалуйста. Училища, все, особенно кавалерийские, открыты для вас. То есть, мы соблюдали их традицию, их интерес стали соблюдать. И в то же время, да, по современному, с федерального, с имперского уровня, сохранялся контроль. Как только переходили в сферу интересов всей империи, тогда уже вмешивались. Вот таким образом быстро замирились, быстро исчезло. И быстро они поняли, что есть верховный, которому они служат. Понимаете? Леонид Ильич, а вот, ну, по сути, сейчас я задаю вопрос, который может ответить, я не знаю, но, наверное, практически будет иметь отношение к каждой сфере нашей жизни. И к воспитанию молодёжи, и к образованию, и к просвещению, и к всему. А как мне, молодому человеку, ну, образно, да, как меня заставить это прочесть, увидеть, услышать? Потому что труд есть, но он лежит. Его же надо бросать в воду, как добро, чтобы все его видели и знали. Ну, вы знаете, молодёжь, мы прежде всего рассчитываем на пассионарную часть молодёжи, которая всё-таки чем-то интересуется. И мы сейчас отмечаем интерес к нашей истории, прошлой истории. Молодёжь, ведь отличительная черта молодёжи, как я себя помню, как вы себя помните, это правдивость. Молодёжь, она не врёт. Ну, она врёт, когда там от мамы что-то надо скрыть, но сама по себе она искренняя. За Навального она искренняя, за Путина она искренняя, за этого они не играют, как уже более взрослые, потому что есть семья, есть работа. Они очень искренние. И в этой искренности сейчас молодёжь видит, что некуда идти, а дальше что? Они это понимают уже. А как? А куда? А как было? А ещё тут появляется вот этот наш патриотизм, который сейчас сильно очень раскручивается, государственный патриотизм. И молодёжи это не всегда нравится, потому что они видят этот патриотизм как бы сверху. Ну, насаждение, да, вариант? Да, с какой-то, да, два. Им хочется свой патриотизм. А где его искать? Да, мы пытаемся работать в соцсетях, у нас там есть группы, там, сайты, работаем на массу. Но всё-таки всегда нужно рассчитывать на тех, кто пассионарен, кто потом расскажет товарищам, поведёт за собой, пригласит его туда, подсунет ему книгу, что-то там на вечеринке всё-таки заведут разговор на такую историческую тему. Мы рассчитываем на этих людей, и их немало. Очень часто говорят, вот, сейчас молодёжа развращена, там... Да нет, абсолютно нет. Есть очень много замечательных молодых людей. Очень много. Которые ждут, интересуются новым словом. А когда им говоришь, задумайтесь, мы два пути оба пройдены. Но мы же не можем эксперимент, который происходил в советской власти, его повторить. Ну, погибнем просто. Эти люди, которые его пропагандируют, они ведут к гибели страны. Страна не выдержит этого. Это возвращение к системе, ну, пусть не обижаются телезрители, но, в общем-то, рабского труда. За небольшую... Я бы даже плату не сказал. Здесь, наверное, другое какое-то слово. Еду, в общем-то, мог купить еду. Мы не выдержали. За возможность существовать. Многие, да, люди не понимают, что наша система, она не из-за предательства Горбачева распалась. Или предательства Ельцина. Мощная система не распадается, не мощная, а жизнеспособная. Она не распадается за 70 лет. Это ничто... Ну, мы понимаем, это миг в истории 70 лет. Это ничто. Никогда, ну, нормальный мыслящий, интеллектуально мыслящий человек, развитый, он никогда не скажет. Вот, было мощное государство, которое прошло 70 лет. Это противоречие. В словах даже. Мощное не может существовать 70 лет. Оно продолжит 200-300 тысяч лет. И те, кто призывает вернуться, да еще не дай бог, к этому человеку, которого называют вождем. Ну, мы просто сломаемся. И люди не задумываются, готовы ли они страдать за три початки кукурузы и отправиться в лагерь. Они об этом не думают. Тогда давайте вот к этому оксюморону и возвращаться. Да? Вот. Православный сталинец. То есть, на мой взгляд, это оксюморон. Нельзя совмещать. Вот вообще, на ваш взгляд, многие говорят о том, что да, красный вождь, спаситель страны и так далее и тому подобное. Вообще, вера и террор, они совместимы? Абсолютно. Это вообще ересь. Ересь, и вы знаете, она возвращается корнями, она уходит в иудейскую ересь Израиля. Ну, мы знаем, они ждали мессию, который придет, возглавит государство, поведет за собой народ, освободит от римского плена. Ну, да. И Израиль станет мощным государством, да? Чистая татистская такая концепция. А пришел Бог, они не приняли, ну, большинство, конечно, определенная часть приняла и пошло за ним, но большинство не приняло, потому что они ждали Иосифа Виссарионовича. А пришел Господь, который сказал, любите друг друга. Любите друг друга, и Бог есть любовь. И Бог есть любовь, понимаете? И нынешние люди, которые выступают с позиции православного сталинизма в церкви, например, да? Они же те же этатисты. Им не важен Бог. Им нужен вождь земной. Вождь земной, который наведет порядок, который будет справедлив. И хотя это не совпадает с реальным образом, да, все эти страшные смерти, страшные лишения, миллионы. Ведь идет манипуляция цифрами. Такие там есть авторы, которые говорят, ну, а чего? Ну, вот в 37-38 году только 760 тысяч высших, высшие меры. Только, вдумайтесь в это слово, только 760 тысяч, да? Да, ну, это что, мало? А 3 миллиона отправлены в лагеря, полтора миллиона в эти два года. Они на отдых поехали туда? Они выжили? Да больше 40% умерли там. О раскулачивании, о индустриализации и о прочем. Конечно, конечно, и кроме лагерей. Там цифр вообще, по-моему, реальных. А вот смотрите, если вы ставите этот вопрос. Вот за эти 23 года последнего царства Россия увеличилась на 55 миллионов человек. Прирост населения? Прирост населения. Без территориальных захватов. И в основном за счет славянской части нашей империи. За следующие 23 года мы уменьшились более чем на 60 миллионов. Мы потеряли, неправильно говорю. Мы потеряли более 60 миллионов, включая войну. Причем цифра 27 миллионов, я стараюсь ее придерживаться. Но я понимаю, что она не до конца. Мне не хочется, чтобы она была больше. Я люблю, я патриот, я не хочу. И так страшно. И так просто страшно. Ведь никто не задумывается, вот сторонники православостанализма, почему мы до сих пор хороним, почему поисковые отряды? Почему их не похоронили в 47, 48, 49, 50? Почему отменили День Победы, как выходной день? Да если бы мы их начали хоронить в 47, 48, 49 году, это были ежедневные траурные мероприятия. Мы хоронили, вы хоронили, хоронили. И вождь понимал, что тогда встанет вопрос, а вообще-то мы чего, победили или не победили? В чем дело? Понимаете? И этим людям невозможно ничего доказать. Ни цифрами, ни данными. Они твердят одно и то же. Зато была мощная страна. А чем вы определяете мощь? Количеством танков. Ну, они начали после 91-го года гнить. И сгнили. Ракет, они тоже сгнили. Чем мощь? Мощь это дух. Дух у нас остался. Я вспоминаю 91-й год, наверное, вы тоже его помните. 92-й год, когда начался распад. Ведь ни один человек не вышел ни на демонстрацию, ни на пикет защиту райкома, обкома. И вообще просто. Когда я сравниваю с периодом 17-го года, да, там была растерянность. Но потом те, кто хотел защитить свою Россию, правильно они ее понимали, неправильно, не имеет значения. Они собрались на Дону, Кубань, здесь, на Тереке и воевали. И воевали. И примерно то же время было и сейчас, с 91-го по 93-й. Примерно тоже те два года они были как раз-таки на раздумье. Вот на мой взгляд. Да, никто ничего не делал. Никто не защищал ничего. Я-то был юным. То есть я это сейчас анализирую. То есть на мой взгляд это было время дано. Дано, да, пожалуйста. Подумайте еще раз. Ну и что вы будете? И что будет дальше? Все отказали, все сказали, нет, через 500, программа 500 дней, программа 100 дней, мы будем жить как во Франции. Все остальное мы забыли, не хотим ничего. Сейчас вспомнили. Сейчас стали говорить, как было хорошо тогда. А что же вы? Слушайте, Леонид Петрович, а вот это тогда, оно же может глубже и глубже уходить. Оно может тогда 15 лет назад, тогда 100 лет назад, тогда 300 лет назад. Где это когда? Вот я к чему говорю? Вот мы возвращаемся к истокам. Вот это исток, это что? Вот для меня исток, это там дата моего рождения, дальше нет, да? А для страны исток, это сколько лет назад? На что нам ориентироваться? Улицы нам называть, чьими именами? Вот чьими? Города переименовывать или нет? Ну смотрите, тысячи лет мы развивались в одном русле. Со всеми нюансами, проблемами, опусканием, подъемом, но мы развивались в одном русле. Мы это русло перекрыли. Практически единовременно. Да. Раз, все забыть. Все забыть. Начнем с нуля. Хотя, конечно, вранье. Мы даже образовательную систему долгое время копировали. Да, ну понятно, и в форме этой воевали еще сколько. А потом еще вернули форму. И так далее. И звание офицеров. Конечно, и звание офицеров. Прервали это все? Давайте с чистого листа. Вот в интернете есть реальное письмо Ивана Павлова, да, нашего великого физиолога, лауреата Нобелевской премии. Он в 1934 году, в декабре 1934 года, пишет в Сомнарком правительство. Это не более чем гигантский эксперимент. И этот эксперимент ведет к террору. И представляете, я никогда не задумался над этим, но это пишут великие ученые-академики. И к появлению фашизма. Как он? Фашизм появился потому, что те, кто увидел угрозу в вашем терроре и в ваших преступлениях, решили ответить теми же угрозами и преступлениями. И потом последняя фраза этого нашего ученого. Пощадите Родину и нас. Это в 1934 году. Еще не было пика. Было все, но пик-то мы знаем когда, 1937-1939 год. Мы до такой степени потрясли все основы нашего миросознания, миропонимания, наших отношений, наших межконфессиональных, уничтожения религии. Ну все, все. До такой степени потрясли, что мы сейчас не можем выбраться. Мы же уничтожили элитную часть общества. Элитных крестьян, элитных казаков, элитных военнослужащих, элитных священнослужащих. Мы уничтожили лучшее, которое имело свое мнение. Ведь самое главное, при всем при том, человек способен на критическое мышление, на свое мнение, на инициативу. Понимаете? Я не знаю, я вот профессия, я до разведки немного поработал в системе Академии наук. В основном служил в разведке. Я там понимаю, что там не может успешно работать человек, у которого нет критического мышления, своей позиции, инициативы, выдержки. При наличии приказа. При наличии приказа. При наличии очень стройных рамок. Что немного рамок конкретней. Но если ты будешь просто в рамках, ты ничего, ты ноль. Вычеркнув элиту во всех направлениях, соответственно, мы, мы, потому что это мы, мы живем здесь, да? Мы вычеркнули вот эту часть критичность, самокритичность в наших мыслях. Соответственно, все следующее поколение этого в своей голове уже не имело. Так получается? Потому что, ну, что бы мы ни говорили про роль школы, высшего образования, самое главное роль семьи. Семья. Отец и мать, да? Ну, и там, братья и сестры. Там рождается и твоя внутренняя идеология, твое внутреннее понимание мира, отношений. Все там рождается, в семье. По семье был нанесен ужесточайший удар. Особенно, вы знаете, 20-е годы. Это просто разнувзнанность полная. У нас женщина часто становилась главой семьи. Что абсолютно неправильно. И опять я, извините, вспомню наборы я в приемной комиссии в разведку, ведь была проблема мужчины. Не в облике мужчины. Я понимаю, количественный состав или что вы имеете в виду? Нет, качественный. Или образ качественный, да? Да, стержень. Вот ты видишь, есть стержень у человека, мы и так вот делим. Есть стержень или нет? Личность, не личность. И стало, вот вы правильно очень сказали, они пошли вот эти рождаться, дети, они подросли, и они оказались не совсем мужики. Не в плане даже, я имею там сексуальных отношений, а личности. То есть личности нет. А как ты без личности будешь, ну, хорошим инженером, хорошим разведчиком, хорошим фермером? Ну, ты должен быть личностью, я буду стержень. То есть у тебя должна быть выстроена иерархия ценностей твоей жизни, да? Что на первом месте, на втором, на третьем, на четвером. У тебя выстроено понимание отношений. Справа, слева, с начальством, с друзьями, с родственниками, с мамой, с папой. Это все же чувствуется, это все можно понять, если ты хочешь понять человека. Ты сразу видишь, это личность, не личность. И так мы, в связи с тем, что мы так сильно ударили по нашей нации, многонациональной нации, я, кстати, хочу, ну, прежде всего, по русскому народу, ну, и по всем другим народам, между прочим. Врезали так, что мама не горюй. Мы имеем сейчас результат. Как говорят, знаете, мне вот, потомки эмиграции, они в нашем обществе активно работают. И князь Трубецкой, и граф Капнист, они тоже участвуют в этой работе. Они все время говорят, Леонид, ну, ты понимаешь, что, ну, настоящий интеллигент – это четвертое поколение. Настоящий инженер – это четвертое поколение. Настоящий офицер – это четвертое поколение. Вот поколение прошли, прошли, потом опять сорвали. Опять сорвали, опять люди ушли в челноки, в мелкую торговлю. Ну, дай бог, они там развились, но не в челноках, а в той же торговле, дай бог. А так вот мы все срываем, срываем. Поэтому мы стараемся вот эту линию проводить, что нам надо восстановить историческую преемственность. Мы не можем вернуться в ту, одну и ту же речку войти, и не можем восстановить Россию конца 19 века. Это было бы смешно. Но так как мы знаем, нам давно сказали наши великие умы, что история не наша, а мировая. История развивается по спирали. Вроде бы то же самое, но на другом уровне. Мы должны это понимать. И вот эту мультиполярность мнений, взглядов сохранять? Сохранять. При, при. Знаете, я вот выступал в военной академии Франции в 2013 году с лекцией. Ко мне подошел бывший министр обороны Франции. И говорит, я вас слушал и согласен с Бжезинским, да и с Кисельским. Они тоже это говорят. Что надо перестать из русских делать европейцев. Делать европейцев, да, ставьте их русскими. Да, у вас другой менталитет. С вами надо если бороться, то по-другому. Я говорю, как по-другому? Ну, еще раз на 15 государств разделить, еще на 15. Откровенно. Переводчик, я его. Вот это вот, у нас же, знаете, может крамольно вам покажется, почему есть еще у многих людей симпатии к Сталину. Сталин же, где-то, вы знаете эту историю, что он ходил на Белую гвардию, на Болгарту, на Малу театр. Ну, конечно. Несколько раз. Несколько раз. Чуть-чуть там до десятка раз. Он был и на премьере. Да, он не мог понять, почему после гражданской войны, после того, как расправились со всеми, там, великами классами, буржуазными. Он сидит в ложе, а народ в зале плачет, когда играет «Боже, царь охрани». Там по ходу песни, пьесы, есть такая сцена. Почему плачет? Почему это действует на людей? Эти офицеры, эти дворяне. И он потихонечку, он понял менталитет, извините за это слово, нашего народа. И он потихонечку, где-то в середине 30-х годов, стал на себя одевать маску императора. Так, вроде бы не заветно, но поведенчески. Аккуратное слово. Ну, в смысле, редкое слово. Слово на вес золота. В Кремле, действительно, выселили всех квартирантов, там много кто живет. Он хозяин Кремля, он живет во дворце. Он поведенчески стал встречаться с народом. А в силу своего образования, он грань между Богом и царем-то понимал, должен был. Да, но, знаете, дьявол обезьяна Бога, и он был обезьяном царя. Потом, во время войны, как вы правильно уже сказали, он все вернул. Форму, папахи, погоны, звание офицера, все вернул. И полковой священник. Потом народных комиссаров убрал, появились министры. Он понял, что, как и Киссинджер и Бжезинский поняли, что менталитет не переделать. И сейчас многие люди, даже называя себя республиканцами, демократами, либералами, но у них в подсознании сидит это тысячелетнее, то, что мы получили от Бога. От Византии, но это от Бога. Вот это вот такая монархическое, неосознанное, что наверху должен быть отец нации, царь. Даже некоторые не произносят этого слова. И вот они в Сталине видят, как бы, прообраз царя. Им это нравится. Поэтому они забывают обо всем, не хотят слушать о преступлениях. Вот главное вот это есть. И на этом играют. Он играл. И его вот эти сторонники, которые оправдывают все эти преступления, которые были, они на этом тоже играют. На вот этом нашем русском менталитете, который по духу, он же... Ведь я всегда говорю, что русский это не понятие крови. Это очень важно. Это цивилизационное понятие. Россия это не страна. То есть отдельный путь совсем, да? Тогда еще один пример. Жак Ширак, 2007 год. Обращаясь к нашему руководству. Сказал, вот все, мы закончили переговоры, у меня есть личный вопрос. Мне все время докладывают, я сам читаю, вы знаете, он русский знал, Пушкин даже пытался переводить. Любил Россию. Говорит, почему у вас все время спорят, с кем должна быть Россия, с западом или с востоком? Вы что, не понимаете? У вас что? Не понимают, что вы отдельная цивилизация. Что вам все дано? Даже он сказал, не изолировано, а отдельная цивилизация. Вам все дано, чтобы быть цивилизацией. Размеры. Потом он начал с воды. Вот я запомнил. Вода. Природные ископаемые. И прямо такой коммунистической фразой сказал, трудовой героический народ. Вот это все сказал, понимаете? Они это понимают. Они это понимают. Вы знаете, я вот еще последний. Я по линии института, мы часто, ну не часто, ну у нас разные были контакты, договора с разными странами. И в Израиле мы поддерживали контакты исключительно с праворадикальными институтами. Садат Бегин. Садат Бегин. Это институт. Серьезный и очень такой, ну какое здесь слово, конкретный в своих убеждениях. Мы с директором института, когда разговариваем, да, он, у него родители выходцы из Черновидца. Сам он никогда не был в России. Разговариваем. Он, кстати, спросил, а почему вы избрали для контакта, мы договор подписали нас. Я вот вашей славой сказал. Да вы конкретные лапшу на уши не вешаете, как эти либералы левые вешают лапшу все время. Пытаются все время вокруг пальца обвести. Вот. И он сказал, вот у вас, у русских сейчас огромный недостаток. Какой? Вы не понимаете свое значение и роль в мире. Вы же цивилизация. Вот эти я слова слышал от французского президента, от руководителя этого института. Они понимают. А мы все говорим, страна, страна, страна. Да не страна мы. И даже не держава. Наша роль от Бога цивилизационная. Мне помощник Киссинджера, Том Грэм, прекрасно знает, иногда по телевизору можно увидеть русский язык. Приезжал в институт, по пять часов споры, последние два-три года. И мне говорит, Леонид, ну если вы поймете, что у нас миссия у США божественная, открытым текстом, руководить миром, и вы согласитесь с этим, все будет нормально, у вас не будет проблем. У нас божественная миссия. Я говорю, Том, а ты не допускаешь, что миссия есть и у нас? Он говорит, какая? Я говорю, быть вам альтернативой. Это наша миссия, быть вам альтернативой. Но тогда мы никогда не договоримся. Но это так. Мы должны быть альтернативой. Такая была роль России. Ее-то уничтожили путем революции. Путем войн не могли. Путем революции уничтожили. Именно это уничтожали. Уничтожали. Ничто другое. Хотя сейчас говорят, что большевики, они это был поиск социальной справедливости. Ну, может быть, были такие люди, которые... Впал ее, возможно, отчасти. Но как задача это было уничтожение альтернативной цивилизации. Игорь Петрович, ну вот у нас уже совсем немного времени остается. Мы уже так залазим уже в такие глобальные вопросы. Ну уж давайте дальше идти. Сегодня и о Боге много говорили, и несколько раз вы в Израиле. Вы упомянули. Мне, слава Богу, довелось побывать в Иерусалиме, пройти путь слез, путь скорби этот. Вот отдельная цивилизация, наша страна и наш народ, она этот путь, скорбный, как Бог в свое время, уже прошла на каком она этапе? Или он еще впереди, или он бесконечен? Ух ты, какой вопрос. Роль альтернативы другой божественной сущности, она какова? Она вечно, она нескончаема, или все-таки здесь будет какой-то результат, итог, к чему мы идем? Нет, конечно, это вечно. До скончания мира должна быть альтернатива. Не будет альтернативы у того мира англоскальсонского. Ну, оно будет миром. Оно будет миром, и мир закончится. Вы помните Фукуяму, когда Советский Союз закончился, он же написал, конец истории. Нету альтернативы, нету жизни. Это нас учили еще в советской школе, в советской высшей школе этого. Нету жизни. Конечно, она вечная, это альтернатива. Китай не может быть альтернативы. Это не цивилизационная альтернатива. Это конкурент, экономический, военный может быть конкурент. Но они несут цивилизационные идеи. Это в смысле цивилизационные идеи, это черная дыра такая. Ну да. Это ничего нету. Они только как конкурент. Мы же цивилизационная альтернатива. Мы несем другую идею, другое понимание мира, другое мироощущение, другое, но то, что выражено в славе Христа, любите друг друга. И Бог есть любовь. Мы это должны нести. И способны мы пройти сейчас без тяжелейших испытаний? Ну, несколько лет дадут ответ, способна ли наша молодежь действительно воспринять это? Ну, я имею в виду пассионарную часть, конечно, не всю молодежь. Действительно способна она, выходя сейчас в мир практически с чистым листом, способна ли она понести эту альтернативу, эту идею? Если нет, то у нас ждут, я боюсь повторения, вот этих страшных событий, не только революционных и Великой Отечественной войны. Ужасных событий. Мы можем не удержаться. Ну, нельзя не удержаться, вот, как бы, не трогай это, не трогай то, не ступай сюда. Да, ну, это не работает. Это вы можете нам, 70-летним, это говорить, мы и ступать не будем. Нам уже некуда ступать, да? А молодежи, ты это же не скажешь. Она не будет слушать. Она хочет идти вперед и развиваться. Если она понесет это знамя, ну, мы пройдем без тяжелых испытаний. Тем, кому сейчас вот становится 25, 27, 30, если они поднимут это знамя, да, есть шанс нам пройти. Вот. Но я боюсь, чтобы передача закончится. Про улицу вы затронули вопрос улиц. Да, вот, и исторические названия, да? И что считать историческими названия, опять ли? Нет, ну, вот смотрите. Конкретный пример. 4 мая этого года наш президент, выступая в Кремле на открытии креста, на месте убиения великого князя Сергея Александровича, сказал, убийца Иван Каляев, террорист и преступник, к преступлению нет оправданий. Мы, наше общество, вот конкретная работа. Мы обратились в 18 или 30 мэром городов и поселений с письмом, чтобы президент, ну, повторили все это, приложили запись, по всей стране это же показали, да? Вот. И предлагаем освободиться, освободить наше название наших улиц от имени террориста Каляева, который в своей жизни совершил только один поступок. Бросил бомбу на колени великого князя, который разорвал на части. Ну, и второй поступок, когда супруга великого князя пришла к нему в камеру, сказала, что прощает, он сказал, ваше прощение, мне не нужно. Мне не нужно. И это увековечено, по крайней мере, не в 30 городах. Может, и в 50, нам трудно найти. Вы знаете, что ответили руководители этих городов? Вот это первая часть, что там президент сказал, террорист, преступник, как будто это и вообще нету. А вторая часть, что граждане привыкли к этим названиям, граждане не хотят менять названия, надо опросить, надо провести социологический опрос. Это дорого, кстати. Это, они говорят, что это дорого. А как дорого? Ну, это обычно небольшие улицы, ну, 6, 7, 8 этих табличек, которые меняются, раз три года обязаны их менять. Стоят они тысячу, две тысячи рублей. Это раз. Потом, граждане не хотят, надо менять документы. Не надо, не придумывайте, нет такого закона. Дается указание на почту, полицию, ФСБ, что эта улица сейчас называется так-то. Надо иметь в виду, что если человек написан на улице Володарского, она сейчас гончарная, ну, это одно и то же. Не надо ничего менять, понимаете? Я не понимаю, а вы тут вот сами не становитесь тем, против кого вы, вы сами не режете тут по-живому? Ну, привыклишь, правда. Это же тоже часть истории. Она, ну, какая часть, улица, что такое название улицы? Это пропаганда. Это прославление, это прославление человека, да? Или событие. Или событие там, да. Это ради этого называется. В память. Хорошо, нас в целом не интересуют равнодушные люди, которым все, нам все равно. Ну, вот нам все, пусть будет так, я привык. Нас интересует молодежь. Из 10, 2 человека пассионарного свойства заинтересуются. А что это такое? Да хоть узнают, кто это был. Кто такой Каляев? А, взорвал? А, террорист? А, его именем названа улица? А, он прославлен? Так я тоже вот губернатора не люблю. А чего он тут ходит? По Тверской земле или по Ставропольскому краю? Ну, вот человек и прославился. Это же элементарно работает. Он становится террористом. Нам, опять повторяю, не важно, что думает большинство, которым все равно, на какой улице жить. Назовешь его Чикатило, будет Чикатило. Назовешь Войкова, будет Войков. Назовешь так. Нас интересуют эти люди. У нас почему? Какая опасность, Егор? Огромная. У нас не создана жестко отрицательная атмосфера понимания вреда революции, революционеров, преступников и методов вооруженной борьбы за власть. Вот у нас нет этого. Мы, стараясь, как вы говорите, не затронуть то население, которое к чему-то там привыкло, мы, по сути дела, оставляем такую благополучную атмосферу вокруг имен революционеров, вокруг их поступков, вокруг отдаем какую-то память им. Мы боремся с терроризмом, наша страна воюет с терроризмом, мы каждый день теряем людей. Не только в Сирии, но и в Кавказе теряем людей. Ну, если не каждый день, то через день. Стоимость этой борьбы с терроризмом в миллионы раз превышает стоимость табличек имени Каляева. И мы тоже время как бы оставляем за скобки наших доморощенных террористов, которые взорвали, убивали. Как-то Кургиняновская организация суть времени написала в Новочеркасске. Не надо, но Каляев это не тот террорист, как сейчас. Он боролся за народное счастье. Извините, ребята, да все террористы, все борются за народное счастье. По их мнению. Ну, конечно. Все. И ИГИЛ за народное счастье, и ирландские террористы за народное счастье. Да все борются за народное счастье. Леонид Петрович, к сожалению, время... Я каждый раз в программе говорю, что часа не хватает. Это просто абсолютно не хватает. А генерал-лейтенант службы внешней разведки, представитель общества развития русского исторического просвещения, двуглавый орел, кандидат исторических наук, очень интересный человек, Леонид Петрович Решетников. Сегодня у нас был в гостях. Спасибо огромное. И за то, что филиал общества открывается в городе, и у жителей города и края будет возможность получить вот ту монополярную историю, вот под прямым текстом говоря. И за то, что сегодня у нас побывали, завершая, каким-то образом резюмируя, вот это народное счастье, оно такое же широкое понятие, как и духовность, и наши отношения ко всему. Давайте все-таки пытаться, чтобы это действительно стало счастьем в нашем общем. И вот здесь, кстати, больше всего, хоть и говорят, что это невозможно, но мне нравится здесь в этом отношении Стругацкий. Вот. Каждому, и чтоб никто не ушел обиженным. И все это мы возьмем из истории и перенесем в будущее. Ну, самое главное, ведь понимаете, я вот все-таки еще скажу два слова. Ведь часто говорят, вы хотите вычеркнуть историю. Мы как раз не хотим вычеркнуть. Ничего не хотим. Мы хотим сказать о истории последних ста лет широко. Все показать, а ты посмотри сам. И хочу сказать, ну, конечно, люди многие не верят, не верующие. Но вы поймите, Господь же судит не за то, что ты был членом КПСС или не был членом КПСС. Был ли ты сотрудником ЧК или не был сотрудником ЧК? Жил ты при социализме или при фашизме или при рабоводельческом сфере? Не, не это же будет. Будет Господь судить, ты был каким человеком? Порядочным или нет? Нет, ты доносил, стучал, ты подворовывал, ты бил жену. Ты за это же судят. Не важно, в каком ты строй. Мы же строй не выбирали, вот те, кто родился после 17-го года. Дело не в строе. Все говорят, а, значит, я зря прожил. Зря ты прожил, если ты подличал. Вот, да, один музыкант пел, были ли мы, любили ли мы. Уважаемые телезрители, я очень надеюсь, что вам наш сегодняшний разговор понравился. Увидимся на своем ТВ Ставропольской крае. Это была программа «Прямой эфир». С вами был я, Егор Басович, у нас уважаемый гость Леонид Петрович Решетников. Всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok